На Полярном Урале через полтора года возведут туристический комплекс с отелями, досуговыми и спортивными площадками. Об этом рассказал Дмитрий Артюхов информационному агентству ТАСС. Инвесторами проекта выбрали «Газпромбанк», сеть отелей «Азимут» и спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Партнерство предусматривает два отеля, спа-центр, веревочный парк и горнолыжную трассу. Соглашение между компаниями планируют подписать до конца 2022 года. Ямальцы собрали больше 5000 самосвалов мусора за период весна-осень 2022 года. Особое внимание северяне уделили прибрежным зонам. К уборке 50 водоемов присоединились более 5000 человек. Лидером в этой акции стал Новый Уренгой. Отличился и Пуровский район. Там ликвидировали 33 несанкционированных свалки. К году экологии на Ямале присоединились и волонтеры Арктики. Добровольцы из разных регионов страны провели три мусороуборочные экспедиции. Акции по уборке территорий на Ямале продолжаются. На Ямале открыли первый МВД-класс. Теперь 26 старшеклассников из Губкинского будут изучать тонкости профессии. Кроме теории на уроках, строевая подготовка, экскурсии на судебные заседания и бесплатные уроки вождения. Для каждого школьника оборудовали свой шкафчик, персональный компьютер и набор для проведения экспертиз. Ямальская шахматистка Александра Горячкина продолжает сохранять лидерство в Гран-при Фиде в Астане. Вице-чемпионка из Салихарда возглавила турнирную таблицу после трех туров. В четвертом она сыграла в ничью с лучшей шахматисткой Азии 2021 года Бибисарой Асаубаевой. Теперь Александра с тремя очками делит первую строчку рейтинга с китаянкой.